Всем привет, дорогие друзья! С вами Алекс Беннард и Максим, он сегодня будет вместе со мной тестировать и употреблять американские сокпай МРЕ, 20-е меню. Это спагетти написано здесь, а спагетти с мясным соусом, так точно. Все, давай вскрывать, я думаю, поехали. Американский сок. Запаяно все в такую интересную пленку весьма толстую, герметичную. Ну да. То есть, руками открывается даже, не нож? Да, он открывается руками. Ладно, мы выпустим, наверное, будем вытаскивать тогда. Пойдем. Это, наверное, основное меню внутри. Да. И вообще, ну все. Сейчас найти надо фокус. Вот. А, вернем. Да, спагетти в мясном соусе. Тут калории все написано, да, расписано. Ну да, пищевая ценность, короче. Масса нет. А, давай ее сразу откроем. Сразу откроем, посмотрим, что там. Я думаю, нет. Мы обойдемся без ножа. Что ты палишься? Можно и... И, собственно, это спагетти. Ну да, герметичный пакет. В принципе, он тут тоже открывается, здесь засечь. Так что можно руками открывать. Идем дальше. Здесь у нас... По-моему, это что-то типа чипсов. Да, наверное, родились. Ух ты, ты не поверишь, что тут есть. Смотри же. Skittles. Офигеть. Американский Skittles. Крутяк. Да, я так вот сам не ожидал, что он тут будет. Да, я думаю, ты не ожидал. Да. Так, к слову, первый раз в руки попался американский зумпай. Бедный мой английский. Не знаю, сейчас откроем и заодно переведем. Так, это у нас... А это вот какой-то напиток. Да, это напиток. Оранж. Энергетический напиток. С витамином С вроде. Что-то вроде напитков, которые лежат у нас в российских пайках. Да, название. Так, дальше. Ну, это пакетик. Это вот пакет, пакет-стакан, кружка, скажем так, с насечками объема. Дайте вот. 12, 8. О, если что у нас? Вот это эти. По-моему, кварты. Они в квартах измеряются. Так, мини-пакетик с жвачками. Жвачками, да. Откроем. Под конец экстремен. Опа, авторная ложка. Да, классная ложка. Все очень хорошо об этой ложке отзываются. Но она побольше, чем наша, советская. Советская, которая в наших наборах идет. Да, русская. Так, это химический разогреватель. Да, в принципе, из инструкции все написано. Для разогрева блюд. Ну, основной обменю. Да. Потому что это идут однесуточные, как у нас идут суточные. Да, этот паек идет для приема один раз. Один раз. Завтрак, обед уже. Так. Это плавленый сыр. Тын-дын-дын, да, плавленый сыр. И та самая булочка. Это булочка. Все. И все. Пакет закончен. Можно открыть сразу, наверное, вот этот пакет, где специи и так далее, жвачки. И посмотреть, что там было подробно. Значит, здесь у нас две жвачки. Это у нас кофе, в случае? Это кофе. Кофе. Выглядит она вот так вот. Это. О, да. Соус табаско. Да? Табаско. Далее. Соль. Это, по-моему, заменитель молока. Ну, типа сливок. Да. Влажная салфетка, я так понимаю. Сахар. 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 Ну, да. Очень интересные спичечки. У нас в ауторной коробочке. Да, очень такие прикольные. Вот они. Ну, да. Я их презюмирую. Это же ауторно. А также. Неожиданность. Что это? Что это? Это, я так понимаю, салфетка. Это туалетная бумага. Ну, да. У нас вроде идёт три маленьких, в принципе, тонких. Да. Ну, или салфетки. Нет, салфетки. Это салфетки просто, да. Ты знаешь, можно... Ну, при желании можно приспособить. Так, давай, с основного или с чего? Нет. Ну, блин. Нет, мы начнём с основного, поскольку ему нужно разогреться. Поэтому, пока оно будет разогреваться, мы будем пробовать что-то. Значит, так. Так, мелочью я сделал. Разогревается это следующим образом. Открывается. Заливается вода. Ну, по-моему, сначала упаковку туда ложится. Да. Туда кладётся. Посмотрите, что он на это лежит. Да. Посмотрим. Разогреватель. Химический. Вот. Сейчас при контакте с водой начнёт нагреваться. Безравен с какой стороны? А, без разницы. Я так думаю. Шоколадная ложка. И... Заливается туда вода. Еще раз. Может, побольше? Подворачиваться. Нет, не надо больше. Подворачиваться. Вот. Он уже начал греться. И зашипел. Начал наглухать. Потом это всё укладывается обратно в коробку. не послежит. Да. И... Ставится по инструкции под наклоном. 45. Чтобы был полный контакт с реагентами. Вот. Он очень даже громко начал шипеть. Ладно, чтобы мы не взорвались. Да. Вот. Так. Далее. Булочка. Продолжим. И вот какой запах пошёл. Он уже пошёл из коробки. Да. Далее. Ну, давай посмотрим напиток на потом оставим. Что у нас? Что у нас? Давай по кружкам сейчас разбить, я думаю, этот напиток. Ну, можно сделать его. Там особо его много будет. Да. Вот этот напиток, да? Да. Так. А есть тут у нас насечка? Насечка. Вот он. А есть. Немаленькая. Так. Это мы с вами заливаем данную продукцию. Что-то наподобие кофе и что-то ещё. Так. А пакет очень горячий стал с основным меню. И идёт пар. Даже заливаем это водой. Надо, чтобы она не переварилась. После чего закрываем. И трясём. Получается вот такой вот напиток. В советское время. Знаешь? В 90-х. Юпи. Юпи. И так далее, да. Напомнила сразу. Причём такого же цвета я иду пить. Всё. Так. Со вкусом апельсинов. Поскольку нужно верить в упаковку. Вот мы эту найдём. Она более... Два я уже более способна. Так. В общем можно из неё вот прям пить. Я думаю. Тут уже больше кружки. Далее. Скроем вот эту штуку. Да. И заодно узнаем точно что это. Ну да. Смотри. Солёные эти как его. Палочки. Угу. Точно. И соль наверное что это? А. Или влагу. Это... Силиконовый поглотитель влаги. Да. Блин. По вкусу очень даже ничего. Да. Так. Реклама. Сыр. Так. Сыр похожий. Это с булочкой. Ну давай булочку скроем. Закроем булочку. Да блин. Похоже. Булочка на ощупь как коржик какой-то. Она мягкая. Очень мягкая. Запах у неё какой-то со специями она. Ну да. То есть такой довольно-таки острый запах у неё. А по вкусу? Так подожди. Сейчас сыр ещё туда. Вкус такой. Непонятный. Но неплохой. Мне понравилось. Слишком много сыра мне кажется. Ничего. Не, нет. Ну я чуть-чуть не так вскрыл, но всё уже поздняк. А булочка острая всё-таки. Она с перцем по-моему. Такая жгучая. Сыр очень мягкий. Чуть ли не жидкий. А жалко вот что крекеров нет. Мне кажется крекер наоборот выше будет. Да. Ладно. Сравним по вкусу с сыром, который идёт в отечественных пайках. Какая-то неопределённая булочка вышла. Она острая, кстати. Да. Булочка острая. Сыр по вкусу напоминает тот, который находится в российских пайках. Булочка прям пипец острая. Ну да. Что-то она прям. А там ещё соус табаско. Это куда это надо было вливать? Так. Далее открываем. Что это у нас? Так. Это скорее всего... Открываем там, посмотрим. Да. Производим вскрытие. Это древняя булочка вышла. Булочка очень острая, на самом деле. Оказалось. Здесь вот так сразу схавать там, блин. Ты не поверишь, что это такое. Это изюм. Изюм? Да, это изюм. Ну я не знаю. Будет или не будет. Давай. А, это такой ложка. Одинобор. Кстати, ложка в пайке очень хорошая. Прочная такая. С хорошего пластика. Длинная глубокая в принципе тоже. Длинной ручкой. Да. Изюм такой крупный. Весьма. И очень вкусный. Так. Это мы закончили. Это мы закончили. Изюм. Изюм. Кстати, не сухой. Офигенный изюм. Так, что мы еще? Я даже не, я больше не рискую эту булку есть. Хотя сыр нормальный. Сыр очень даже неплохой. А сахар вот зачем? Есть чайник. Кофе есть. А, кофе да не слышно. Тебе помазать булочками? Табах. Ну ладно, пусть я жить не нужна. Основные меня будем открывать? Потому что она уже там вовсе кипит. Да, давай открываем. Достаем. Пакет очень и очень горячий. Шипит. Ай, в руках очень даже тяжело держать. Достаем основной пакет. Он очень так хорошо набух. Он очень горячий. У этих вот я уберу сейчас. Насколько я слышал, что у этих упаковок есть такая особенность, что можно есть как без тарелки. То есть он должен надрываться. Пакет очень скользкий, потому что весь мокрый. Но у них тарелки в принципе должны быть. Но не всегда. в плеху слоя можно спички не приколадить. Отрывается вот таким вот образом. И после чего есть можно прямо отсюда. Вот так вот это выглядит. Мясо тут не пожалели. Но хотя на вид, по-моему, это соя. Давай на вкус. Пробуем. Блин, пакет горячий. В принципе, можно прямо отсюда есть. Сильно не заморачиваться. По вкусу очень даже неплохо. Но все-таки, по-моему, это соя. Кажется, знаешь, томата здесь, мне кажется, много. Ты знаешь, консервы когда открываешь, томатные. Угу. Такой чуть-чуть запашок есть. Вот. По вкусу очень даже неплохо. Ну да. Это до соуса табаско добавим. Раз уж он у нас есть. Чуть-чуть. Давай, рискуй. Рискуй. Рискнем. Отлично. Нет, нормально. С соусом лучше. Соль, салфетки. Жвачки обычные, как думаешь? Но они не подписаны, скорее всего. Да, они не подписаны. Хотя ходят легенды, что одна жвачка слабее, другая крепит. Да нет, наверное, скорее всего. Ну, скорее всего, это просто легендово, потому что они никак не обозначены. Какая из них какая? Определить не подписан. Остро? Нет, самое то. Что? Булочка, да, а мясо какое-то непонятно все. Нет, это соя. Это явно соя. Оно видно. Оно даже на вкус. Да. Не масло. Так. Облокотить на что-нибудь надо. Ты не пил вот это, да? Нет, попил. Да, я попил. Пробуй. Отпустим. Ну да. Тоже самое. Компотик неплохой. Согласен. Так, ладно, у них там уже смена потекла, поэтому надо закачивать. Не, у нас еще скитлс, копер. Ну, скитлс это мы оставим потом. Я думаю, тут ничего особенного нет. Ну, обычно. Полностью на английском. Все. Ну, оригинальный скитлс, все. Да, да, да. Прошу. Выбирайте оранжевый цвет. Ах, выжил. Оранжевый оливинский. Все. Да. Все, мы прерываемся на обеденный перерыв. Обеденный перерыв. Даже уже, наверное, ужин. Ну да. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мы достаточно хорошо вам показали это. Сильно нас не ругайте за то, что мы при вас ели. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и в группу ВКонтакте Всплав. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Все. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok